дорогие друзья уважаемые трейдеры всех приветствую с вами педра мрауф и вы смотрите ежедневный обзор рынка в течение этой программы мы посмотрим что происходит на рынках на фондовом рынке на рынке форекса и также на крипто рынке есть кстати довольно интересных новостей по поводу изменений трендов недавно некоторые прогнозы которых скорее всего он помогут ориентироваться лучше и на крипто рынке и на фондовом рынке и также угадать предугадать движение по на форекс рынке которые немножко неопределенно и последнее время обводить на вас новостей мы сегодня будем говорить разберем экономический календарь который довольно пустой кстати и посмотрим с прошлого раза со вчерашнего дня что случилось как сработали прогнозы куда цена двигалась и на фондовом рынке и на форекс рынке также на крипто рынке и есть новости по некоторых акций на которые стоит делать внимание сегодня завтра есть некоторые криптовалюты на которых тоже говорят стоит сегодня завтра обращать внимание они могут совершать некоторые движения это все мы тоже разберем сегодня в течение программы как вы знаете уже с прошлой с прошлого раза с прошлых обзоров с прошлой недели из-за того что по рынку труда сша получились данные не очень хорошие и в целом она идет на спад инвесторы больше стали позитивно мыслить и позитивно в целом относиться к фондовому рынку фондовый рынок обновил свои максимумы и китайский фондовый рынок который вот по факту изображается на хэнгсэнге например да на шэнжэн композити это все китайские индексы до сделай определенное восходящее движение которые которые были очень довольно сильными куда цена дальше пойдет тоже мы кстати разберем по китайскому рынку и в общем из-за этого оптимизма потому что в рынок сша рынок труда сша по факту есть охлаждается то фрс уже не может да там очень быстро как ему захотелось повысать повышать процент ставку или же ужесточать монетарную политику как говорят да то есть из этого вот получился такой появился такой интерес появился такое такое позитив такое позитивное мнение и к тому же еще том ли успел высказаться один из очень известных лиц фондового рынка о том что да друзья скорее всего в сентябре мы увидим обновление новых максимумов на фондовом рынке но в октябре скорее всего мы получим десятипроцентную коррекцию опять же 10 процентов 20-15 это как бы не точно да то есть даже если об этом говорят большие банки большие учреждения там по факту ничего не значит но необходимо обращать внимание что по факту есть определенные там приблизительные какие-то там догадки угадки прогноза которые могут срабатывать у этого человека они зачастую работают из как я работал именно помощью его относительно до бесплатных сигналов все относительно более-менее получается хотя перед угадать по общему тренду среднесрочному тренду на рынках поэтому обращайте на эти факторы внимание и сегодняшняя кстати новость о том что или это вышло по факту по нашему времени вчера ночью или сегодня утром рано по поводу того что китайский экспорт росла выше ожидания да это очень классно этого не ожидали и это данные которые были вчера в экономическом календаре если я не ошибаюсь и на сегодня утро они должны были выйти исходя из этого тоже китайский рынок по факту испытывал этот рост в целом рост китайского рынка она помогает и по факту и австралийцу и новозеландцу и даже всемирному рынку и в целом укрепляет интерес инвесторов даже к американскому фондовому рынку то есть необходимо эти факторы учесть и как мы видим на американском фондовом экипажа 500 и по должности движение кстати показывает определенное даже на коррекцию которые совершили показали некоторое укрепление которое сейчас происходит и с вероятностью на то что возможно максимум даже ближайшее время могут еще раз протестироваться по джонсу как мы видим вот и накопление над относительно таким зеркальным диапазоном не назовешь его особо зеркальным потому что первых то вообще диапазон да а после пиона тоже выше вот это определенно такого такого диапазона якобы зеркального находится но в целом она еще не вошла в него и ну есть определенная такая аккумуляция до энергии которая указывает на то что если пи сам должен смогу на самом деле обновить тоже еще раз свои максимум в ближайшее время опять же это все исходя из технического обзора да поэтому на эти моменты мы можем обращать внимание сегодня учесть вот эти факторы в целом посмотрим как индекс доллара себя чувствует как индекс доллара себя чувствует в целом со вчера он продлил свои снижения производства снижения минимум прорвалась и вот это укрепление которое над 92 40 на 92 почти 92 можно сказать 92 и 1 92 и 0 4 приблизительно да а вот укрепление пока еще ничего не значит да потому что если есть определенно хорошие прогнозы по стопа фондовом рынку на доллар он целом исходя из этой картины который сейчас есть но навряд ли сможет сильно делать большие движения но восходящий импульс он может делать почему бы нет но исходя из свечного из фичных формации на 15 минутки я не думаю что ближайшее время он сможет делать восходящий импульс есть такой момент сегодня просто в экономическом календаре который очень очень пустой течение сегодняшнего европейской сегодняшней европейской сессии должны быть и данные германии 12 слов по мск до 12 слов по мск и индекс экономических настроений и дабы и очень известная но он просто идет на снижение есть и на самом деле утвердиться это снижение то в целом это не не самое лучшее настроение создает по евро а как вы знаете корреляция евро с долларом где-то на 60 процентов они связаны сама сама по себе может создать какое-то продолжение продолжение тренда восходящего по индексу доллара сша в целом то есть его как риск мы можем оставить но в целом ставить на последующие укрепление доллара сша по отношению к фондовому рынку или же евро или фунту и так далее но не очень логично спекулятивно этим можно воспользоваться не смотрится эта картина просто технически не смотрится и фундаментально тоже не особо поддерживается вот по китайскому рынку мы выделили очень большие движения как на который кстати от обращая внимание некоторые аналитики некоторые аналитики и вероятность того что цена может еще ближайшее время продлить это восходящий тренд на китайском рынке но вблизи уже есть сопротивление которые могут протестироваться но пока не протестируется от сопротивления между продолжение роста и по китайскими индексами также по американскому в общем начнем сделали более-менее относительно какой-то анализ по фондовому рынку сша и китая вернемся то есть продолжим на форекс и посмотрим что происходит продолжение кстати идет еще обзор некоторых альткойнов в конце который о котором говорят что скорее всего могут сегодня завтра делать определенное движение евро фунт австралиец и новозеландец мы видим что они колебаются все еще в рамках боковика евро со вчера протестировал отметку 1 1860 118 не дошло до 1840 на 118 60 протестировал это отметка она является целевой этот метод протестировалась ну даже сам растет скорее всего случае если мы снова не приблизимся даже этим же темпом к этим отметкам то скорее сюда же ждет рост но в целом было бы консервативнее если бы мы дождались ретеста вот локальной поддержки хотя бы по евро возможно это диапазон возможно это одна поддержка мы скорее всего это больше похоже на диапазона 1 1866 118 60 приблизительно я позвоню потому что протестироваться если амплитуда вырастет к моменту ретеста этой поддержки то это хорошо если амплитуда будет такой же маленькой и мы потом получим такое укрепление над отметкой но с очень низкой амплитудой с поджатием вниз то это не будет очень хорошая новость для евро это будет указывать на то что и фондовый рынок возможно в ближайшие дни могут еще продлить свои свои снижения это обращайте на это внимание сейчас на хаях фондовый рынок находится смп и должен если они начнут каким-то образом понижать свои максимумы переснижение потерять амплитуду закрепляться над новым минимумами локальными даже над ну то есть с поджатием вниз то это может быть не очень хорошим сигналом то может говорить о том чтобы скорее всего будет какой-то нисходящий импульс которая хотя бы половину предыдущего импульса заберет а затем затем цена будет расти поэтому это это называется как бы да развод слив мелких или средних игроков которые только заходят на движениях которые там создаются в течение дня там недели поэтому на этом нужно обращать внимание по евро по фунту тоже ждем вот эти три теста 138 и по австралийцу тут уже тестирование происходит вот эта свеча очень сильно обнадеживает тень который появился здесь по австралийцу около отметки но 74 20 а по новозеландцу тоже относительно если обнадеживающая картина целом они могут и дальше себе немножко перетармозить снижение потому что китай растет да а секретарь австралийц и новозеландец тоже относительно хорошие будут себя чувствовать это уже экономические взаимосвязанные стороны но в целом было бы неплохо дождаться еще одного импульса в случае если он не случится то это очень хорошо до при этом того что скорее всего можно развернуться но в случае есть это дима произойдет нужно дождаться когда он закончится то есть закрепиться цена даша ниже но 74 или же все-таки будут большие тени снизу вот здесь и по австралийцу по новозеландцу если будут реально большие тени то это признак того что цена может все-таки снова развернуться вверх и евро и фунт затем скорее всего и это будет целом при том того что он сам по себе то есть технически может не до даша может не упасть потому что у нее тоже из определенный потенциал как вы видели на smp на джонсе у них есть потенциал там хотя бы понижаться где-то наполовину предыдущего импульса приблизительно в боковике там до джонс а смп там до середины предыдущего импульса у них есть потенциал но пока доллар под давлением пока в целом фон фундаментальный не против фондового рынка то скорее всего думает об этом немножко неадекватно но как вы знаете импульсивные движения всегда могут произойти и они с целью того чтобы просто сбрасывать как говорится мелких и средних игроков с рынка поэтому в таких моментов нужно обязательно дождаться подождать скорее всего будет какой-то ретест если будет какое-то увеличение амплитуды какие-то там сильные ретесты то затем решать уже что делать дальше особо на есть ли мы по еще раз повторяется получим нисходящие какие-нибудь большие свечики то это будет очень классно это будет признак того что она может развернуться снова вверх то есть мы пока по факту в боковике и евро в боковике и фунт в боковике поэтому если будет такой импульс это очень классно сегодня не будет том я думаю что скорее всего затем следует дождаться более углубленного более глубокого спада а только после этого глубокого спада возможно будет рост поэтому на этот риск на это вероятность риска либо обращаем внимание защитные активы золото и серебро который кстати со вчера тоже по факту протестировали вот на золото он не дошла золото не дошло до локального максимума но серебро протестировал локальный максимум обводился вниз это не очень хороший признак возможно скорее всего 2440 2437 ждем по серебру по золоту тут уже якобы тестируется зеркалка но это тоже не зеркалка скорее всего у нас есть потенциал снижения до 1810 по золоту тоже это и есть этого видно ждем разворота скорее всего 1810 1805 если не произойдет этот разворот если мы не получим те небольшие снизу если мы получим последующие поджатие к этим отметкам это не очень хорошо но в целом притормажем притормаживаться может нисходящее движение где-то в районе 1810 1805 по золоту и по серебру но опять же мы ждем продолжение скорее всего тренда до этих отметок но в случае если ближайшее время этого не случится ставить на покупки тоже очень опасно это может быть просто подвох это можно просто подвох и на его не ставит особо по нефти со вчера отбой от линии тренда приблизительно до даже до минимумов до минимумов не дошло поджимаемся к сопротивлению есть сигнал последующего роста но этот рост до сколько как может продлиться когда сверху психологическая отметка 70 долларов может ли его снова ретестнуть может его ретест цена снова но фона нету фон для нефти пока еще спокойно пока еще на него давит и салдуская ревина него давит и единственное что может его подкачать каким-то образом это какие-то негативные новости по поводу ядерной сделки с ираном или же ситуация в китайском море или же там сильный рост количестве зараженных к видом и так далее то есть нефть пока под давлением нет этих новостей нету нету роста ценник кстати по поводу к вида наоборот это может привести к снижению но случай если порт порты закроются например где-то в персидском заливе из-за там какие-то военных действий не в китайском море а в персидском заливе а где-то в америке если месторождение из-за штурмов закрываются это местах которые создают по факту предложение и из-за вот сокращение этого приложения может произойти рост цены нефти а наоборот когда в китайском море какие-то риски то цена начинает снижаться потому что это сторона который перенимает черное золото биткойн и эфириум переходим кстати к нашим крита активом биткойн и эфириум со вчера ретест линии тренда якобы до цена не очень сильно хочет снижаться позитивно рынке больше и расширяешься формации тут нет но есть немножко такая разочаровывающая дивергенция на биткойне возможно она сможет сработать либо же возможно она уже сработала то есть поддержка 52 52 тысячи 352 тысячи это скорее всего конечная диапазон исходя из которого можно решить то есть если цена его протестирует импульсивно это хорошо если поджимаемся к нему это не очень классно обращайте внимание тут расширяется формация может появляться ну и это будет не очень классно это может создавать такие движения когда вы не купите не продадите ничего и просто уходите с минусом то есть обращайте внимание здесь исходя из амплитуды уже ждать каких-либо там совершения сделать или же входов или выходов в отметке 52 тысячи выход скорее всего или обратный вход после его ретеста как он протестируется уже сами порешаете зайти или выйти эфириум тут есть потенциал больше у него волатильность эфириума гораздо более контролируемая потому что на дне работает очень очень хорошо его последующие последние обновления перевели к тому что она стала реально таким солидным активом и волатильность у него меньше стало и это возможно плохо но в целом для среднесрочной инвестиции это гораздо лучше меньше нервотрепа будет тут по фильму у нас нету разворотных сигналов и поддержки возможно не будут даже протестироваться и цена можно пойти дальше но если мы закрепимся ниже зеркальной отметки 3800 там да если мы ниже него пойдем то это может иметь это может иметь последующие собой как следующее значение что цена может теснуть и 3700 но в целом плохо смотреть на них не стоит то есть максимально 3700 по фирма по бесконечно 50 2450 2000 скорее всего после их не в ретеста можем дождаться подождать следующий рост как они протестируются есть амплитуда сильно буду увеличиваться к моменту про три тасс этих этих поддержек то скорее всего вероятность того же движение может продлиться еще больше если создадутся какие-либо ты закроются свечи с большими тенями снизу это классный сигнал того что цена может развернуться снова пойти вверх вот такие вещи как здесь например вот вот сильный большой сильный большой импульс здесь большие тени здесь то есть на дне да то есть там для поддержки вот такими сигналами очень классно очень хорошо пользоваться кажется она приближается каким-то границам и по поводу полка дота по поводу стеллара по поводу солана по поводу этих альткоинов говорят что скорее всего они могут немножко притормаживать не солана а именно полка до стеллар может немножко продолжить притормаживать восходящее движение а да затем пойти вверх но тут за все зависимо от того по полка доту 3460 если цена под ней закрепиться это не очень хороший сигнал поэтому обращайте внимание на полка дот может немножко коррекцию нисходящую свою продолжать но затем продлится рост этот альткоины которые совершили очень большие прорывы течение прошлого месяца и этого месяца и стеллар тоже 043 042 пока не закрепились над этими отметками по факту цена может продлить еще снижение а там по ними тоже можно быть осторожной солана расчет информацию показывает но дальнейший рост скорее всего его больше чувствуется здесь технически разворотных сигналов но его нету его нету пока что по рыбалу тоже говорят что тут по факту есть накопление то есть и поры полу мы видим вот накопление и по стеллару и по полку дут по поводу то конечно нету не видно его это просто укрепление на этим сопротивлением который мы сказали 35 50 и в случае если мы не укрепим сайта отметкой то это скорее всего признать потому что цена может еще колебаться в боковике но затем снижаться еще поэтому нам тут по поводу алкодоты есть сомнения у нас по поводу рыбала тут есть накопление по поводу салона не видно этого накопления поводу стеллара это накопление есть то есть она скорее всего либо сделать какой-нибудь нисходящий пусть затем повысит затем развернутся пойдет выше либо же просто сейчас пойдет выше и по по chain link тоже есть определенный отбой от локальной поддержки и внутри дня цена может на самом деле протестировать локальное сопротивление или же пойти выше по этим четырем пяти альткоином говорили сегодня в целом пишут новостях и лучше за ними следить в случае если вы занимаетесь инвестируйте в них тоже или же спекулируйте друзья спасибо что посмотрели сегодняшний фильм он понравился в случае если был запроса или же какие-нибудь активы которых я забыл разбирать они тоже пишите комментируйте их под видео и не забудьте подписывайтесь на наш канал и нажмите на коляк на колокольчик чтобы быть в курсе новых видео которые выходят у нас и там выступает очень интересное лицо за которым тоже стоит следить и в целом информация которая вам по любому будет нужной и важной целью поставить дальнейшей работы и не забудьте поэтому писали подписаться на наш канал подпишитесь обязательно и нажмите на колокольчик чтобы быть в курсе этих выпусков видеороликов всем хорошей дороги до завтра всем пока пока